Девчули, всем огромный-огромный приветик и всем, кто случайно и впервые попал на мои ролики. Нашим ноготкам больше месяца, все относилось хорошо. Единственное, ноготочки выгорели и где-то почему-то дали усадку. Стразики я снимаю только старыми и ненужными кусачками и перехожу к снятию старого материала. Снимаю я, как всегда, керамической фрезой с синей насечкой. В отличие от твердосплава она снимает быстро, но есть и огромный минус, она немного рвет материал. Работаю на форварде. Аппарат включен у меня где-то на 25 тысяч оборотов. В основном я снимаю только цветное покрытие и лишнюю толщину. Также, если мы будем укорачивать длину, то сразу ее стараюсь убрать фрезой. В данном случае убрала лишь только кончик. И переходим к опилу формы. Форма у нас будет точно такая же, но клиентка захотела более острую. Поэтому я уделю внимание особую, конечно же, торцам. Они у нас должны быть тоненькие. Беру пилочку и зашлифовываю старый материал. Делаю его ровненьким. Сегодня мы будем работать с фастгелем. Пока я его тестирую и ничего не могу сказать про его носкость, но все девчонки писали, что вроде бы как отлично носится. Да и мои клиентки не боятся экспериментов. При опиле зашлифовываю ноготочек для того, чтобы в дальнейшем было удобно делать выравнивание. Тем более фастгель намного жиже, нежели привычный нам гель. Но об этом попозже. И мы переходим к маникюру. Пушером приподнимаю кутикулу, создаю карман, чтобы фреза нигде не попала ни в какую склейку и не поранила клиентку. Фреза у меня пламя с красной насечкой и больше всего я люблю работать, конечно же, на риверсе. Аппарат при этом у меня включен где-то в 15, ну где-то да, 15 тысяч оборотов. Видео очень ускорено. Тут я стишковыми движениями убираю всю налипшую кожу на ноготь, весь птеригий, прочищаю под кутикулой и немного выворачиваю кутикулу для удобного среза. Это уже вошло в привычку и я даже не замечаю, как я это делаю. Конечно, иногда кутикула истончается и не очень удобно делать срез. Также для быстроты работы я срезаю кутикулу и сразу же включаю аппарат и прохожу уже на форварде, вычищаю там, где я не вычистила в первой прочистке, так сказать. Обязательно помогаю грубой щеточкой себе и также кусачками убираю, что не убралось. С другими ноготочками делаю все то же самое. Я забыла сказать, что кусачки у меня в данном случае сталикс на 6 мм. Как-то работала кусачками на 3 мм и это крайне неудобно, крайне некомфортно, потому что пяточкой кусачек я постоянно цепляла кожу. И, соответственно, рвала ее и резала клиентку. После среза также прохожусь на форварде, вычищаю левый боковой валик и синус. И крайне редко я, конечно, пользуюсь ремувером. В данном случае решила вам показать, как делать полировку по ремуверу. Наношу его на кутикулу. Он у меня, кстати, от Rio Profi. Обычно я его использую при педикюре. И спустя пару минут я беру зеленый, ну такой салатово-серый полировщик и начинаю зашлифовывать кутикулу. И сразу видно, как отлетают чешуйки кожицы, которые на пальчиках. Напишите, девчонки, в комментариях, на каких оборотах вы зашлифовываете кутикулу, потому что у всех мнения разные. Кто-то делает на 10 тысячах, я делаю на 15. Также прохожусь на других пальчиках. У клиентки не грубые боковые валики, поэтому сильной обработки возле них я не делаю. После солнышка и бытовых работ у нас пострадала в этот раз только кутикула, хотя с кутикулой ранее проблем не было. И вот такие пальчики у нас сразу после полировочки. Переходим уже к укреплению. Обезжириваем ноготочки и обязательно кутикулу. Хорошо обезжириваем, потому что ремувер от ремувера могут быть отслойки. И наношу праймер. В данном случае праймер с липким слоем, бескислотный. И как мне девчонки написали, этот гель не однофазный, поэтому под него нужна база. Базу я использую совершенно любую от гель-лака. Обязательно сушу ее в лампе и наношу первый тонкий слой. Он мне нужен для распределения последующей капли. Этот гель по консистенции как камуфлирующая база. Безумно удобно работать. Даже что-то можно им поднарастить. И в технике без опила начинаю делать выравнивание. Движение у меня сверху вниз. Перед просушкой обязательно переворачиваю пальчик клиентки, чтобы довыравнивать. Вот что у нас получается. И вот как раз таки этот фаст гель. Он из альпазы шоп. В прошлых роликах я его показывала вам. На другом ноготочке также делаю разравнивающий тонкий слой. Он мне нужен для растекания. Это как бы наш коридор. Беру сразу капельку побольше. И можно заметить то, что этот гель начинает сам разравниваться. Но нужно с ним работать крайне быстро. Вы могли заметить, что мизинчики мы не стали укреплять. Потому что там у нас будут крупные блестки. От альпазы номер 03. Вылавливаю крупные блестки из баночки. И наношу на ноготь. Ближе к торцу и к боковым валикам, чтобы у нас не было особо сильной толщины. Я наношу глиттерные блестки. Они мелкого помола и не придают толщины. И чтобы получить глубокий все-таки эффект аквариумного дизайна, я делаю уже выравнивание обычным прозрачным гелем. Можно сделать, конечно, топом. Но у нас все-таки длина. И боюсь, что топ может сделать усадку. Ну и в этом году у меня просто бум на этот кислотно-салатово-желтый цвет. У меня его делают просто все. И, естественно, чтобы не делать три слоя, лучше нанести под этот цветник что-то светлое. Светло-розовый камуфляж, молочную базу, молочный гель. Да без разницы. Многие сначала делают белую подложку из белого гель-лака. Средний ноготочек у нас также будет с дизайном. И я делаю небольшую как бы разметочку-наметочку. Рисую две тоненькие черные полосочки. Дальше я их обязательно прокрашу. Мне сейчас, в принципе, ровность не так важна. Это наши границы, где у нас будут блестки. Ну, то есть внутри у нас будут блестки. Наношу сперва тонкий слой геля с блестками. И дальше глиттерные блестки. Из баночки вылавливаю блестки покрупнее. И сверху также наношу на наш дизайн. Просушиваю в лампе. И мы решили сделать потолще наши вот эти полоски, чтобы они больше выделялись. Все-таки круто сочетание идет с желтым и с черным. Перекрыли все финишем без липкого слоя. А вот мизинчики я немножко подпилила. Блестки очень круто смотрятся и переливаются на солнышке. У меня полная коллекция этих блесток. Но я их редко делаю, потому что на палитру я так их и не выкрасила. Ногти сделали мы чуть больше, чем за полтора часа. Ну и на этом, в принципе, на сегодня все. Девчонки, только не забудьте подписаться на мой инстаграм, потому что там очень много всего интересного. Потому что я веду и снимаю не только для ютуба, но и для инстаграма. Там, конечно же, ролики выходят чаще, потому что их можно выложить не дольше, чем одна минута. Также с девчонками мы там устраиваем лайк-таймы, обмениваемся различной информацией, девочки общаются, спрашивают что-то у других коллег, так сказать. Ну а в сторис я рассказываю про себя, про то, как мы и чем занимаемся. В общем, думаю, для многих будет очень интересно и полезно. Поэтому ссылка в описании. Ну и на этом на сегодня все. Всем огромнейшее спасибо, что вы досмотрели этот ролик до конца. Ставьте обязательно лайк, пишите что-нибудь в комментарии. Ну и скоро будет новое видео. Всем пока-пока.